Пыль столбом вдоль парка Победы. Это на цветочном бульваре кипит работа дорожников. Местная проезжая часть попала в список подлежащих ремонту в этом году. Напомню, всего в городе запланировано обновление семи магистральных улиц и проспектов с так называемой повышенной ямочностью. Выделено более 100 миллионов рублей. Как ведутся работы, узнать это наша съемочная группа отправилась в 20-й комплекс. Сейчас сотрудники предприятия автодорог ведут подготовительные работы. Уже перекрыли проезжую часть и приступили к очистке асфальта. Следующий этап – покрытие дороги битумом. После этого поверх плит положат еще и новый асфальт, заверили строители. Однако бесперебойной работе пока мешают припаркованные тут машины. Сами жители 20-го комплекса по-разному реагируют на появление строительной техники. Однако все сходятся в одном. Разбитая дорога на цветочном бульваре давно просила нормального ремонта. Вот эта дорога не менялась. Ее состояние с конца 70-х годов. Она как в этом состоянии была, так и есть. Вот эти плиты даже ложились просто на землю, как временная основа для рабочих машин. Дорога очень плохая была. Ямки тут было. Много-много ямка было. Ремонт обязательно нужен был здесь. Да, нужен был. Потому что люди в больницу ездят. Сейчас ее расширили, ее надо ремонтировать. Ну, ремонтировать весь бульвар, а не кусками. Однако весь бульвар обновить не получится. В этом году работы проведут лишь на отрезке, протянувшемся вдоль 20-го комплекса. То есть от Автозаводского проспекта и до строящейся 10-этажки 21-24. Однако легче в итоге станет не только местным жителям. На этом пока полностью закрытом для движения 500-метровом участке расположены активно посещаемые городские учреждения. Больница, поликлиника, стоматология, всевозможные организации и магазины, а также балатон и молодежный центр «Заман». Сейчас к ним можно проехать только дворами. Как сообщили дорожники, ремонт этого участка продлится еще несколько дней. И к понедельнику дорогу откроют. А пока водителям придется самостоятельно заранее обдумывать пути объезда. Ольга Шапкина, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережный, Челны.